итак всем привет и сегодня на нашем уроке история новой новой темой будет османская империя а именно ее образование как она образовалась разберем то есть всех правителей султанов османской империи также обсудим историю ее пик то есть пиковый момент пиковое состояние османской империи также рассмотрим правители которые больше всего запомнились в истории этого государства империи османской ну и закончим я думаю уже ее концом развал то есть когда она когда османская империя прекратила свое существование на данный момент данный момент то есть на 2022 год осма главным наследницей османской империи является турция турецкая республика которая образовалась после распада османской империи а что сегодня мы знаем о турции кто может ответить что мы сегодня в современности это полина что турция это страна в которой люди сейчас могут прилететь отдыхать и ну то есть в более туристическая страна до более туристическая страна тогда же более ну где-то 300 лет назад османская империя считалась главным так сказать не знаю главным поставщиком космаров европейском европе так как тогда османская империя занимала огромной территории даже в европе на том же самом балканском полуострове и только после своего развала она уже взяла более миролюбивый курс своей страны первые истоки 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 османской империи идут идут из народа которые называются сельджуки примерное местоположение местоположение первое то есть как бы откуда вообще родом сельджуки это современный современный Казахстан где-то современный запад Казахстана оттуда и вышли сельджуки это древние народы то есть это фактически предки современных турков сельджуки и после так сказать после начала экспансии Чингистана после начала экспансии после начала экспансии и после того как начался кризис в Азии сельджуки которые занимали тогда сельджуки которые занимали свои земли на современных территориях Казахстана Узбекистана Средней Азии Афганистана Пакистана и Ирана переселились на запад и пошли тогда уже нам и пошли на запад на современной территории как раз таки Турции где на современных территориях Турции тогда существовала Византия Византия является так сказать наследницей Римской Римской империи то есть то что осталось от Римской империи после ее распада Византийская империя которая она занимала территории от тех самых Балкан до Турции, Кипр, Греция и некоторой части территории Египта но Византийская империя сама по себе была не такого величия как не достигала такого величия как ее преда как Римская империя ну фактически Византийская империя это то что осталось от Римской империи тогда же сельджуки на территории Казахстана образовали государство Агузов и расширяли свои территории ну как я уже сказал в Азии они от Приоралия они заняли территорию Приоралия образовали государство Газневидов в Афганистане, в Пакистане и Агузов то есть Агузы были на севере то есть в центре были сельджуки и уже где-то на юге были Газневиды и вот все эти народы но в основном сельджуки собрались и начали свою дальнейшую экспансию на запад где там они должны были встретиться то есть началась великая миграция в 11 веке именно тогда сельджуки во главе то есть сельджуки двинулись на Иран и в 1550 году они завоевали они завоевали Багдад на Иран они двинулись в 1555 они завоевали Багдад и направились собственно говоря на территории современной Армении они захватили Кавказ то есть Грузию, Армению, Азербайджан, Ирак, Иран современные территории Ливана, Израиля и направились на собственно говоря на Византию где заняли немалые территории Турции современной и после чего полностью вытеснили то есть полностью вытеснили Византию в территории современной Турции за исключением Истамбула тогда он назывался Константинополем и Константинополь тогда был во главе то есть не во главе, а до сих пор находился в составе Византии и сельджуки разделили государство свое на три сферы Канийский султанат занимал территории современной Турции Сирийский султанат занимал территории посередине и Керманский султанат занимал территории на востоке то есть там где их первоначальное государство находилось Газневитов, Агузов и Сельджуков там образовался Керманский султанат Сирийский султанат образовался в Малой Азии в Сирии, в Ираке, в Кавказе Канийский султанат образовался на территории современной Турции за исключением, как я уже сказал, Стамбула но позже начался крестовый поход, который полностью развалил государство сельджуков и плюс еще на востоке у них появились ассасины которые полностью фактически эти вот два, то есть крестовый поход и ассасины полностью сломали полностью сломали вообще все государство сельджуков и в итоге они все развалились на маленькие, так сказать, княжества на маленькие княжества и одним из таких княжеств правил Осман Первый Осман Первый это самый первый это самый первый султан Османской империи именно Осман Первый, так сказать, начал именно Осман Первый, так сказать, основал Османскую империю если так можно сказать И как раз-таки Осман Первый начал свою экспансию, то есть Осман Первый пошел на завоевание, он пошел завоевывать соседние княжества, что ему удалось, то есть вообще без трудностей ему удалось, то есть Осман Первому захватить княжества, которые были неподалеку, так сказать, без проблем, после чего Осман Первый начал экспансию, и Османская империя начала свое существование с 1200-1299 года. И за первые годы, где-то к XIV веку, Османская империя, он значительно расширил территорию и перенес свой город-крепость в Эпи-Шехир. И дальше уже пошли новые султаны. Также в Османской империи никогда не было что-то типа, что-то, что было в Римской империи, а именно имеется в виду наследство по престолу, конечно, там тоже передавалось, но у них это было что-то типа, у них это было более, так сказать, разумно. То есть сначала наследник, наследников было много, это первое, больше, чем даже в некоторых империях, то есть наследников было много и была очень жесткая конкуренция. И, как сказать, кто быстрее престол захватит, тот следующим султаном и станет. Ну и, конечно, не только это, также султан обязан был показать свой ум. То есть если в Римской империи существовало такое, что престол мог занять любой, например, любой вообще дурак, то есть если он сын, то все, даже если он вообще ничего не знает. В Османской империи там нужно было сначала показать свои умственные способности перед генералами и военачальниками, только потом ты мог стать султаном. То есть было все более, все было более разумно, продумано у них. И после этого также, когда началась экспансия как раз-таки Османа Первого, Османа Первого, когда султаном стал Боязид Первый, так сказать, Османская империя взяла перерыв. Но перерыв именно в том, что государство уже не было такой империи, потому что к Боязиду Первому пришел, то есть Боязид Первый не объявил войну, а начал войну с Тимуридской империей, во главе которой был Амир Тимур. Именно Амир Тимур тогда, так сказать, разгромил вообще всю Османскую империю и, так сказать, заставил их сделать перерыв в своей экспансии. Но ненадолго, потому что потом в Османской империи, после того, как, после развала самой Тимуридской империи, после того, Боязида Первого тогда взяли вообще в плен, он умер в плену, Боязид Первый, в плену у Амира Тимура. И после этого эпоха могущества Османской империи продолжалась. После развала Тимуридской империи она снова восстановилась, так сказать, после вот этого поражения Тимуридской империи, империи Тимуридов. И они уже начали свою экспансию, начали свою экспансию на Константинополь. Константинополь у них вообще была такой целью, так как оно до сих пор было столицей Византии, у них было очень большое, у Османской империи было очень большое желание захватить этот Константинополь, и как раз таки они это смогли сделать, но им тогда помешал Амир Тимур. Но после развала Тимуридской империи, Османская империя все-таки смогла захватить, смогла захватить, смогла брать к рукам как раз таки этот самый Константинополь, который позже был переименован в Стамбул. А султан еще и получил титул Цезаря, так как под Османами пала сама Римская империя, и значит, пал весь мир, так как тогда Римская империя считалась очень сильным государством Азии. Но после развала уже Византия была, не достигала таких сил, как Османская империя. И теперь турки контролировали важные и торговые пути. По сути, все Черное море было под контролем Османской империи. Даже Крым когда-то был частью Османской империи, пока не произошла русско-турецкая война. Но это по-коммунице. Пока Турция фактически была владычицей Черного моря, и полностью контролировала Босфорский пролив. Босфорский пролив – это пролив, который соединяет Черное море и Средиземное море. И тогда даже все страны боялись использовать Средиземное море, так как тогда владычицей даже Средиземного моря была Османская империя. Также османы вторгались и в Сирию, и в Иран, и империя расширялась также на восток. И также в состав молодой империи тогда вошел Египет. Они взяли территории, прибрежные территории Ливии, прибрежные территории Египта. Ну, сам Египет они полностью взяли. Вот, полностью взяли Египет, вот даже Османская империя территории. Вот, занимала, то есть, огромная территория Османская империя. Тогда в состав Османской империи вошел Египет, прибрежные территории Ливии, то есть, прибрежные к Средиземному морю. Тунис, Алжир, но до Марокко, ну, чуть-чуть там дошли, но полностью Марокко они не захватили. Турция владела Кавказом, Ираном, частью вот этих вот Саудовской Аравии, Иорданией, Ливаном, Сирией, Израилем, Кипром, самой Турцией, Грузией, Азербайджан, Арменией. Также они занимали вот территории, то есть, смотрите, полностью взяли себе Черное море. Вот даже Крым, прибрежные территории Одесса, прибрежные территории Украины, России к Черному морю, Румынии, Болгарии, также входили в состав. Вообще, сами все Балканы когда-то были под подчинением Османской империи. Греция, Албания, Югославия вообще вся, Болгария, Румыния, и даже Венгрия когда-то, даже Венгрия когда-то пала перед Османской империей. Хотя Венгрия, ну, Израилем не считается, как Венгерская империя, как Австро-Венгрия. И даже она когда-то пала в состав, вошла в состав Османской империи. И это означало, то есть то, что у Османской империи была вся сухопутная торговля и морская торговля фактически всей Европы и Азии, так как страны просто не могли двинуться к... То есть страны не могли через Суэцкий канал, через Суэцкий канал они просто не могли пройти и попасть в Азию из-за того, что тут была Османская империя, и она просто закрыла и подмяла под себя всю торговлю. Из-за этого европейцам пришлось искать другой путь в Индию, то есть в Азию. И, кстати, из-за этого их это и подтолкнуло найти новый материк, Южную Америку и Северную Америку. И, кстати, фактически нахождению этих континентов мы должны... Они должны быть благодарны Османской империи за то, что они просто вынудили... Простите, пожалуйста. Так. Вы просто зависаете у меня. А, да? Что ты пропустила? Могу повторить. Вроде, ну, всё слышно, просто очень-очень часто зависают. Ну, я не знаю, как это решить. Если что-то не услышишь, просто скажи, я могу ещё раз повторить. Хорошо, спасибо. Хорошо, ничего страшного. И тогда как раз-таки их вынудили искать новые континенты, что и благодаря чему они нашли это. В 1526 году как раз-таки в 15-16 веках начался Великий, который вот знают фактически все люди, ну, по крайней мере, кто любит историю, кто любит смотреть сериалы, начался Великолепный век Османской империи, в которой были достигнуты просто огромные завоевания. Например, именно в 1526 году, в 15 веке была завоёвана Сулейман Великолепный, в 1526 году завоевал Венгрию, и это был шок фактически для всего христианского мира, ведь Венгрия была одна из самых могучих и богатых европейских держав империи, и свою независимость Венгрия смогли вернуть лишь в 1920 году. Но, конечно же, из состава Османской империи они вышли очень быстро, но не быстро, они всё же вышли до 1920 года, но до 1920 года Венгрия сама была в составе потом Австро-Венгерской империи, то есть Австро-Венгрии. То есть Венгрия до 1920 года в составе Османской империи не была, потому что она так долго не могла там быть. И также Османская империя в свой великолепный век, Османская империя расширяла свои владения в Северной Африке. Я уже сказал, они захватили такие города, как Алжир, Тунис и Марокко, и там они основали свои, как сказать, варварские берега, пристанища пиратов-мусульман. А эти пираты-мусульмане были как раз-таки на службе Османской империи. То есть они вот эти земли тогда завоевали, видите, Северный Алжир, Тунис, хотя нет, не полностью Тунис, но почти весь Тунис, большинство территорий Туниса, Северная Ливия и весь Египет, и даже какая-то часть Западного Судана и Северного Судана. И они еще больше укрепили господство османов в мире. Ведь нападали пираты даже на Исландию, которая вообще находилась за 39 земель от Османской империи и в которой жило всего лишь 3,5 тысяч населения. То есть до такого могущества они дошли, что даже аж до Исландии дошли. И несмотря на внушительный успех завоеваний, Османская империя не развивалась экономически. И она в основном делала упор на денежные влияния за счет торговых поборов и пиратства. Из-за этого Османская империя вплоть до своего развала оставалась аграрной империей. То есть Османская империя не развивалась, у нее не было прогресса, это и была их как ошибка. То есть если бы они развивались, то возможно они бы дольше прожили. Но из-за того, что прогресса не было в Османской империи, то есть когда в Европе начался великий прогресс, когда начался прогресс, когда уже началась поставка новых вооружений, когда уже у Европы появилось новое вооружение, Османская империя все еще ходила со старым. То есть Османская империя была полностью аграрной, полностью аграрной, вот что-то типа этого. также Османская империя была очень многонациональной, и в том числе там жили и армяне, и турки сами, и греки, и вообще все народы. Так как империя большая, логично, что народов много. И в основном почти все народы, в основном также христиане, и многие армяне, очень сильно угнетались османами, и говорили османам, что все должны за них работать. И в империи царило просто отчинительство. И кумовство. Ну, кумовство, оно уже кумовство, вот это все коррупция, оно уже появилось после великолепного века, после, ближе к распаду. То есть империя начала распадаться, начала умирать, и империя начала распадаться, умирать, и уже пошли вот эти вот коррупция, взяточные средства, и кумовство. И все важные должности в Османской империи продавались, покупались, и бороться с этим просто было невозможно, что в итоге просто Министерство финансов Османской империи объявило налог на взятки. И все крестьяне, в основном, были крепостными, и привязаны к поместьям фактически. И также существовала очень большая коррупция из-за того, что Османская империя никуда не двигалась, вообще никуда. То есть после великолепного века, после великолепного века, уже империя начала подходить к своему краху. начала подходить к своему краху. И также участились также и случаи, но это вообще была давняя традиция, так как в Османской империи была очень жесткая борьба за трон, была очень жестокая борьба за трон, за султана, за то, чтобы быть султаном. Из-за этого очень часто была вообще традиция убивать, просто убивать почти всех своих, то есть султан убивали всех своих родственников для того, чтобы занять место султана. и из-за этого также это тоже фактически было причиной краха, так как это считалось, ну это очень жестоко, ведь они это делали для того, чтобы никакой родственник, там какой-нибудь данный родственник его не начал какое-то восстание против него, или не знаю, или не побудил бы другие страны нападать на Османскую империю, и чтобы короче не сверг его, именно из-за этого. Также в Османской империи существовало такое что-то типа подразделения, а именно янычары. Янычары это христиане, то есть это христиане, которые были завоеваны, христиане завоеваны земель, в основном с Балкан, которые не могли быть рабами, так как в Османской империи была такая давняя традиция, что до 20 лет, если мужчине меньше 20 лет, категорически было нельзя, то есть вообще его делают рабом. Именно из-за этого, если у них были какие-то рабы, которые меньше 20 лет, они их отправляли в что-то типа училища и формировали они свои подразделения. То есть из-за этих рабов коттистян, которых поймали на захваченных землях, которые меньше было 20 лет, отправляли в особое что-то типа училище, училище, и они основали подразделения Янычар. Именно ими и являются они. Как я сказал, уже было очень многонациональное и уже к своему краху ближе, ближе к своему краху Османской империи появилось что-то типа парламента. До этого всем управлял султан. И потом парламент более упразднил, упростил власть султана. И из-за того, что как я уже сказал, Османская империя была очень очень прям очень большой империей из-за этого к концу к краху, когда уже начала ближе к краху Османской империи, они начали на территории Османской империи начались восстания. И вот такие территории уже у них остались к 1862 году. То есть они потеряли Венгрию, Хорватию, Словению, Сильванию, часть территории Ирака. Так что еще они потеряли. они также потеряли они потеряли Восточный Иран, они потеряли Кавказ полностью, они потеряли Судан, некоторые территории Судана, Марокко, Алжир. Также потом тут не показано это, но в дальнейшем они потеряли Тунис, Ливию, Египет, Египет, оставшиеся земли Судана, Эритрей, Эфиопии, Джибути и Сомали. Также уже ближе к 20 веку А вот 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 их примерная это Османская империя вот такой была перед Первой мировой войной, хотя даже не такой, а скорее вот такой, нет, даже не такой, в общем, а, вот так она примерно выглядела вот так в 1914 году, то есть перед началом Первой мировой войны Османская империя выглядела примерно вот так вот, то есть она полностью потеряла свои территории на Балканах, вот здесь, здесь, в Африке почти все территории потеряла, также на Балканах произошли жесткие восстания, которые были смонтированы. Лёва, что, вопрос? Да, не видно на карте, не видно. Не видно, вы показываете, а на экране не видно. А, хорошо, сейчас перезапущу. А сейчас? Не видно. Казак Руша, вот, все, теперь видно. А мне ничего не видно. Так, сейчас. А сейчас видно? Нет. Сейчас еще раз перезапущу. А сейчас? Сейчас видно. Все, хорошо, продолжаем тогда. Османская империя в результате Балканской войны, двух балканских войн, которая была спонсирована Российской империей. Вот она. Балканская война, которая, две даже войны, это две балканские войны. Первая происходила с тысячи, точнее, вторая война была с 1912 по 1913 год. А первая была ранее. То есть, вот, а вот первая балканская, сейчас, сейчас, ждите. Ничего, выражается долго. Так, просто у нас сейчас. берем, Сейчас, так. Вот это пропаганда. Так выглядела пропаганда во время Балканской войны. То есть, на пропаганде Болгария, Греция, Черногория и Россия как бы бьют султана. Бьют, фактически, побеждают Османскую империю. Вот так вот примерно, нет, по-моему, нет, это уже вторая. Вот, вот так вот выглядела поздняя, это так выглядела первая Балканская война. То есть, Турция, Османская империя, полностью утратила свое господство на Балканах. Она потеряла свои территории в Боснии, Герцеговине, в территории Румынии. То есть, Тарантьюрмания пришла также к Австралии, в Венгрии. Сама Румыния, то есть, княжество Валахии и Молдавии, они также отсоединились от них полностью. То есть, Валахия и Молдавия объединились и образовали Румынию. Но это не такая Румыния, которая сейчас. Это вот она, вот такая Румыния тогда была. То есть, видите, без Трансильвании. Трансильвания была в составе Австро-Венгрии. Также Босния была присоединена к Австро-Венгрии. В результате Балканской, первой Балканской, то есть, в результате первой, самой первой Балканской войны были образованы Сербия, Болгария, Черногория и Греция. Ну, Румыния вообще давно отделилась. Это в результате Первой Балканской войны, то есть, после Первой Балканской войны Османской империи имела какие-то территории еще на Балканском полуострове. После Второй Балканской войны Османская империя вообще потеряла свои территории на Балканском полуострове за исключением Стамбула, который сейчас в составе Турции. А вот здесь после Второй Балканской войны Черногория расширила свои территории, Албания, Сербия, Болгария и Греция. Также остров Крит также перешел к Греции с 1913 года. Ну и еще и после Второй Балканской войны некоторые территории северо-восточной территории Болгарии перешли в состав Румынии. Это Балканская война. Также после Балканской войны территории Османской империи уже были не такими прям великими, большими. Они были вот примерно так и не выглядели сейчас. Была же эта картина. Так. Сейчас, сейчас. А вот это также надо сохранить. Это я потом объясню, что это за карта, что она значит. Но сейчас мы пока... Османская империя территории, но территории до Первой мировой 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 мировой. Вот так сейчас. Вот примерно так и выглядела Османская империя в 1914 году, перед Первой мировой войной. Вот так вот выглядела. То есть она занимала территории Турции современной, Сирии, Ирака, Ливана, Израиля и Ордании, Ирака, Кувейта. Часть территории Восточной Саудовской Аравии, часть территории Западных, также Саудовской Аравии. Также Кипр был в составе Османской империи, но позже он перешел, стал колонией Великобритании. Также Арабия, то есть тогда не было в Саудовской Аравии, была Арабия до Первой мировой войны. Она была Арабия фактически вассалом, марионеткой Османской империи. Так, это до 1914 года. Также, как мы знаем, в 1914 году начался кризис в Османской империи. Люди бунтуют, и поэтому, собственно говоря, наш план увеличивает свое могущество. То есть надо было, так сказать, в Первую мировую войну на стороне Германской империи и Австро-Венгрии, и Болгарии. Но Османская империя, даже при всем Сумсулане, когда она участвовала в Первой мировой войне, она воевала, но при этом везде она терпела поражение. На Кавказе она потерпела поражение. Также Османская империя пыталась выслать своих агентов, своих шпионов в Афганистан. Тогда Афганистан фактически был независимым, но при этом он все равно подчинялся, как бы Афганистан был под контролем, был независимым, но был под контролем Великобритании. И поэтому Османская империя послала туда шпионов для того, чтобы рассекретить планы и добраться до Индии в их планах было, но операция провалилась. Также они пытались атаковать Египет, который тогда уже стал британской колонией Египет. Поэтому Османская империя в основном поражение, в основном проигрывала. И поэтому он потерял многие свои земли. По окончании Первой мировой войны картинка означает примерная территория Османской империи. То есть вот так вот планировали разделить Османскую империю после того, как она проиграла Первую мировую войну вместе с Германской империей и Австро-Венгрией. То есть ее хотели поделить, как видели, ее хотели поделить на Армению, которая занимала значительные территории, Курдистан, армянские территории под протекторатом Франции, итальянскую колонию с правом греческого самоуправления, сама Турция, но при этом она занимала очень малые земли, маленькие, и имела выход только к Черному морю. Греция также по плану должна была взять некоторые территории. Это раздел Османской империи, Мирного договора 1920 года. Греция должна была взять себе часть земель, то есть Кипр, Стамбул, ну не Стамбул, не Стамбул, а вот земли, которые рядом с Стамбулом, и Измир, а сам Стамбул, Стамбул, Измит, Бурса и остальные города, ну то есть которые к Мраморному морю прибрежные, должны были стать зоной международного влияния, то есть как бы что-то типа организации объединенных наций, то есть зона международного влияния, то есть там не было ни одной правящей страны, но при этом она была полностью открытой для всех, зоной международного влияния. Но этому плану помешал такой политический деятель, которого звали Ататюрк. Мустафа Кемаль Ататюрк, это первый президент Турецкой республики, он был османским и турецким государственным, политическим и военным деятелем, он основатель и первый лидер республиканской народной партии Турции, и первый президент, логично, первый президент современной Турции, и основатель современного турецкого государства. Ататюрк, он упразднил султанат, он создал народную партию, установил однопартийную политическую систему, он провозгласил республику и упразднил халифат. И фактически он помешал, вот Мустафа Кемаль Ататюрк, помешал вот этому разделу Турции. Конечно, Османская империя потеряла свои земли. То есть вот здесь, как видите, она потеряла Ирак, Сирию. Она потеряла Сирию, Месопотамию, она потеряла Сирию, Ирак, Ливан, Израиль, Саудовская Аравия и свои территории, в общем, свои территории на Аравийском полуострове она полностью потеряла. Она потеряла Кипр, но хотя она и до этого ее потеряла. Она потеряла Ливию, до этого Ливия была ее колонией. И Ливия перешла, так сказать, Ливия стала колонией Италии. И после уже Ататюрк образовал, как я уже сказал, Турецкую республику. Он подписал мирное соглашение с Антантой. Он также, кстати, в начале Первой мировой войны, он командовал турецкими войсками в битве за Чанакали. Это Дарданельская операция. Также он участвовал в самой войне, но при этом он фактически был не на стороне Османской империи. То есть ему вообще не нравилось вот этот султанат. То есть ему вообще не нравилось, как велось, так сказать, правительство. Как вообще была устроена Османская империя. Ему больше подходил демократический режим, что он и сделал в будущем с Турцией, что только стало плюсом для Турции. То есть стало не вот это вот разделение Турции, мы сейчас видим на картинке, а сама Турция. Вот Турция в СН, он организовал современную Турцию, которая должна быть. Он основал демократический режим в Турции. Он также, если до этого Османская империя была чисто мусульманским государством, то он сделал из Турции светское государство. Светское государство – это где все национальности равны. То есть национальности и религиозности равны. То есть светское состояние империи и при этом не образовать друг с другом. Ну, в общем, Ататюрк сделал очень много для остановления, для того, чтобы Турция не развалилась, как было по плану Северскому мирному договору. А для того, чтобы Турция продолжила свое существование даже лучше, чем была перед крахом Османской империи. Что еще? Турция является также тюркским государством. Она относится к народам тюрков. К тюркам относятся Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Киргизстан, Азербайджан и Турция. Это все тюркские народы. У них также есть свои отличия. То, что их объединяет, это, например, у них у всех есть свой отдельный язык, у всех этих народов. Но при этом их языки, вот эти языки тюркских народов, очень похожи между собой. И даже некоторые слова, некоторые предложения, правила на этих своих языках у них одинаковые. То есть вообще очень сильно похожи. Также в Турции находится Голубая мечеть. Это первая по назначению мечеть Стамбула. Голубая мечеть – это вторая по величине мечеть вообще во всем мире. На данный момент Турция является более туристическим государством. То есть туда люди в основном едут отдохнуть, позагорать, поплавать в море. Турция, Стамбул – это, кстати, единственный город, который находится сразу на двух континентах. То есть Стамбул, он и в Европе находится, и Стамбул одновременно в Азии находится. То есть сразу на двух материках. Также Турция до сих пор остается, кстати, межнациональным государством. А также еще Турция во время своего, еще когда она была Османской империей, во время Первой мировой войны, когда она проигрывала в 1917 году, когда Турция несла большие потери. То есть она проигрывала Антанте. Она проигрывала Антанте, когда Турция. В Турции как раз началась вот эта вот рознь. То есть до этого уже была национальная рознь. Имеется поднациональная рознь, имеется в виду... Поднациональная рознь, имеется в виду то, что национальности очень не любили друг друга. Такие национальности, как, например, балканские. То есть выход из Балканского полуострова ненавидели турков за то, что они держали их несколько лет под своим контролем, в своем составе фактически. Также турки очень, особенно во время Первой мировой войны, презирали армянское население, которое жило на территории Османской империи, то есть армян. И, собственно, из-за этого, когда Турция несла большие потери, проигрывала в Первой мировой войне в 1917 году, в Турции, в Османской империи произошла армянская резня. То есть тогда султан Османской империи обвинил во всех грехах, во всех поражениях Османской империи, то, что почему Османская империя проигрывает Первую мировую войну, он объявил армян, которые проживали на территории Османской империи. Этот геноцид, извиняюсь, он был не в 1917, он был в 1915 году, в 1915 году. Он организован и осуществлен в 1915 году на территориях, которые контролировались Османской империей, то есть армяне, которые проживали на территории Османской империи. Это проводилось в Османской, ну, как я сказал, в Османской империи, в таких городах, как Измир, Севас, Муш и Дейр-Эс-Зор. Организатором таких вот этого армянского геноцида, Резни, считались лидеры младотурков Мехмед Талат Паша, Ахмед Джемаль Паша и Энвер Паша. И также руководитель особой организации Беха-Идин Шакир. И одновременно с геноцидом армян, во время геноцида армян в 1915 году был не только геноцид армян, но и при этом в тот же момент был геноцид ахирицев, геноцид фантийских греков, которые также проживали на территории Османской империи. То есть, фактически, тогда их обвинил во всем султан тогдашний, последний, по-моему, то ли последний, то ли предпоследний султан Османской империи обвинил эти народы в проигрыше Османской империи, в проигрыше Первой мировой войны. После чего, когда Мустафа Атачург стал первым президентом Турции, Турция надолго вообще начала заниматься внутренней политикой, больше, чем внешней. То есть, Турция начала развивать экономически, начала быть более миролюбивой страной. И вплоть до Второй мировой войны Турция была миролюбивым государством, и до после, во время Второй мировой войны Турция была очень миролюбивым государством. Турция не вступала во Вторую мировую войну, ну, точнее, формально вступала, то есть, по документам, Турция во Второй мировой войне, Турецкая республика во Второй мировой войне вступила во Вторую мировую войну на стороне союзников, на стороне Великобритании, Франции и Советского Союза. Она изначально занимала позиции нейтралитета и формально присоединилась к антигитлеровской коалиции, то есть, она присоединилась к союзникам, к Франции, Великобритании и к Советскому Союзу. И лишь на последнем этой войне она вот присоединилась к союзникам. 23 февраля 1945 года Турция объявила войну Германии и вообще объявила войну Третьему Рейху, но в боевых действиях участия она не принимала. Ну, в общем, на бумагах Турция принимала, и то в самый конец войны вступила. Но формально принимала, но так-то фактически она даже в боевых действиях участия не принимала. Но, однако, учитывая важное стратегическое положение Турции, стороны постоянно принимали активные дипломатические усилия для привлечения Турции в их сторону. В самой Турции также имелись политические силы, считавшие, что государство должно принять участие в общемировом конфликте. Кто-то, какие-то политические силы считали, что на стороне АСИ, на стороне фашистов, кто-то считал, что на стороне антигитлеровской, то есть на стороне союзников они должны были принять войну. В современной вообще истории имеется расхождение по поводу позиции турецкого правительства в годы Второй мировой войны. Например, часть историков считает, что правительство Турции принимало все возможные усилия, чтобы не допустить участия Турции в войне на стороне любой из сторон. Ну, что и случилось. Они, что были только в конце войны, и то участие в битвах они не принимали. Другая же часть считала, что они, наоборот, хотели вступить на стороне стран АСИ, и они даже были готовы к нападению Советский Союз осенью 1942 года. Но это всего лишь предположение, а на деле же в реальности Турция вступила только в конце войны, 23 февраля 1945 года, и то участие в боевых действиях не принимало. То есть фактически все время оставалось нейтральным государством. И в дальнейшем, и до сих пор остается она нейтральным государством, не принимает участие в никаких конфликтах. После Второй мировой войны также Турция вступила в НАТО. В НАТО и до сих пор в нем остается. Это вот единственное, что они делают ее как бы нейтральной, это то, что она участвует в НАТО, и до сих пор она вроде бы является кандидатом кандидатом на вступление в ЕС, точнее, в Европейский Союз. Точнее, она даже не кандидат, а скорее является, так сказать, ассоциированным членом Европейского Союза и его предшественников с 1964 года. Она, кстати, Турция, является одной из основательниц Совета Европы с 1949 года. И благодаря... И благодаря, то есть, подписанному... Ой... И благодаря подписанному 12 сентября 1963 года соглашению об ассоциации между ЕС и Турцией, она является, как я и сказал, ассоциированным членом Европейского Союза и его предшественников с 1964 года. Все, у нас уже время, 18.01. Думаю, на этом уже заканчивать.